Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы находимся в преддверии Рождественского поста. Рождественский пост длителен по своей длине, он равняется Великому посту, начинается 28 ноября, заканчивается в сам праздник Рождества, 7 января. Любой пост — это внутреннее обещание Богу постараться жить лучше, чище, несколько святее, чем мы живем в обычное время, научиться этой чистоте, научиться этой святости для того, чтобы, выходя из поста, жить так во все время своей жизни. И вот об этом интересном явлении, об обете, обещании мы сегодня поговорим в нашей студии с православным экспертом, настоятелем храма святого мученика Трифона, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, отец Николай. Здравствуйте. Тема, может быть, неординарная, потому что мы, как правило, достаточно редко говорим о каких-то обетах, обещаниях Богу, хотя иногда зачастую мы достаточно легко их даем. А в книге «Экклесиаста» есть замечательная фраза, что «лучше не дать обета вовсе, чем дать и не сдержать». Поэтому вот тема обета, обещания, которые мы даем Господу Богу, она крайне важна для осмысления и для современного православного христианина. Давайте с вами попытаемся для наших телезрителей разъяснить вообще саму природу обета, что такое обет, какие, может быть, обеты бывают, в чем они различаются между собой и в чем их смысл. Да, отец Сергий, вы очень интересно вот так эту тему подняли со стороны именно поста, неожиданно для меня. Само слово обет интересно лингвистически, потому что оно в переводе с славянского может означать «изорог» и, по сути, является однокоренным со словом «завет». А в некоторых славянских языках означает «дословно жертва». И вот для меня очень эта связь интересна, смысловая, потому что когда… Во-первых, да, это слово напрочь из современного лексикона практически выходит или вышло уже, потому что мы современный человек, редко когда задумывается о каких-либо обязанностях по отношению к Богу, а для меня это и есть обет, наверное, в первую очередь. Получается, что для христианина вот смысловое поле очень напряженное. Завет, как договор Бога с людьми, жертва, которая непосредственно связана, мы знаем, в Ветхом Завете это были жертвы животных, в Новом Завете сам Господь принес себя в совершенную жертву. То есть очищение, как говорит апостол Павел, оно не без крови. И обет, как в переводе славянского, как «изречение». Вот в этом смысловом поле получается, что наши обеты или обещания Богу, они вот как-то связаны с тем обещанием или с тем заветом, который сам Господь с нами установил. То есть это такая попытка человека возвыситься до роли Творца, получается, до Бога, поскольку заветы устанавливал Господь с людьми, а обеты — это вот ответное что-то с нашей стороны. А есть какие-то виды обетов? То есть вот так, чтобы мы не совсем абстрактно говорили. То есть вот делятся ли на какие-то подвиды? Ну, я думаю, это очень древняя такая вещь, обеты. Если мы посмотрим на страницах Ветхого Завета, то тут и пост даже очень подходит, когда в книге пророка Иоанна мы читаем, что неневитине наложили пост, сражающий на все, даже на корм скота, и в пепле, ну, каялись, Бога вызывали. Вот в древности были такие даже у язычников времена, когда мор, голод, заболевания, и люди такие обеты совершали, то есть как бы или пост строгий, или еще какие-то вещи. И тем самым пытались умилостивить Бога, Его гнев на народ. Вот. В этом плане есть также и Библия, обеты народа Израиля, например, обет Назарейства. Вот мне кажется, на нем можно немножечко подробнее остановиться, потому что и Христос был Назареем по преданию. То есть обет Назарейства, он в чем заключался? Ну, как говорит нам Библия, обет Назарейства заключался в трех основных обетах. Не употреблять алкогольные напитки, вино и секеру, как также это и в Евангелии мы встречаем про Иоанна Крестителя, не стричь волос, и третье, что-то запамятово подскажете? Безбрачие? Безбрачие. Но тут вот еще очень важный момент, я почему о Назарействе заговорил, потому что в этом обете таится очень важная информация для понимания подвига Христа. Дело в том, что обет Назарейства, он же был, имел такую утилитарную функцию, да, то есть мы помним, что в Ветхом Завете богослужения могли совершать только левиты и потомки колена Левия. Однако, на самом деле, это не совсем точно. На самом деле, любой человек мог принести жертву, только до этого он должен был, обязан был взять на себя обет Назарейства. Вот, то есть если человек из другого колена хочет принести жертву в храме, он накладывал на себя обет, это был временный обет, то есть он не просто... Да, я, наверное, кстати, перепутал. Не безбрачие там было, а Назарей не должен был прикасаться к ничему нечистому. Вот. И Назарей вот в течение определенного времени, там месяца, двух-трех, да, он не употреблял алкогольных напитков, вел, если он был семейным, то он вел глубоко такую чистую аскетическую супружескую жизнь. Ему было запрещено ходить на похороны, вот, он не прикасался к мертвому, вот, и все это было сделано только для того, чтобы он имел возможность принести жертву в храме. И мы помним с вами, что Иисус был из колена Иуды, вот, и Назарейство было его в том числе до определенного времени, потому что, опять-таки, может возникнуть вопрос, если Назарей не пьет вина Исикера, то почему он на Тайной Вечере Христос пьет вино, почему в Кане Галилейской совершает чудо и на Брачном Пере, скорее всего, тоже его употребляет. Вот. Это был временный обед. И обед этот он брал на себя как раз для того, чтобы исполнить всякую правду, да, для того, чтобы впоследствии принести вот ту самую совершенную жертву, о которой вы сказали. Ну, это такое небольшое отступление. Какие еще бывают виды обедов? Вот. Вообще, это же очень важно понять, еще и потому, что современный человек очень легко обедом манипулирует. Вот. В том смысле, что вот идет там какой-нибудь студентик, всю ночь он не готовился к экзамену. вот, ну, православный, он про себя так говорит, Господи, пусть там меня не спросят, или пусть мне попадется легкий билет, или дай мне возможность списать. А вот если дашь, то я там обезуюсь. Молиться по утрам, вечерам, поститься, в храм ходить и так далее. Вот в этом смысле, например, обед, что можно обещать Господу Богу? Можно ли обещать им читать утренние и вечерние молитвы? Это является вообще обедом или нет? Вот с точки зрения, как раз, кстати говоря, Ветхого Завета. Я думаю, что да. Потому что если это по-настоящему, то да. Потому что бывают какие-то вещи, нам тяжело себя заставить сделать, и тут борьба с ленью так или иначе будет присутствовать. Другое дело, что правильно вы сказали, лучше не давать, чем дать, и не исполнить. Чаще бывает так, что человек дает какие-то обещания Богу, но при этом внутренних каких-то сил не имеет в себе для того, чтобы это исполнить. В этом плане, я думаю, что новозаветная норма, она все-таки выражена вот словами апостола Иакова «Не клянитесь вовсе». Потому что, насколько были распространены обеты в Ветхом Завете, настолько же были распространены клятвы в Ветхом Завете. И в этом плане интересно обличение Христа фарисеев, когда они говорили, что если кто храмом клянется, то ничего, а если алтарем, то повинен, или если кто церковью клянется, то ничего, а если золотом церковным, то повинен, если кто землей клянется, то можно, а если небом, то повинен. И Христос раскрывает, что вообще все это Божие, и храм освящает золото, а не золото само по себе, и жертвенник. Поэтому кто клянется небом, клянется и тем, кто вверху, и Богом, и поэтому надо это вот, мне кажется, Новый Завет, он очень такой серьезный в этом плане. Борозду провел и отделил все ветхозаветные обеты, клятвы, какие-то вот все такие вещи от живой связи с Богом, общения. Мне кажется, здесь все-таки есть небольшая разница. Клятва рассматривается больше как некое подтверждение своей правоты. То есть и Христос в другом евангельском отрывке как раз и говорит, не клянитесь ничем, пусть ваше, живите так, чтобы ваше да было да, а нет было нет. То есть, чтобы вам сверх этого ничем не надо было клясться, чтобы ваше, если человек сказал да, если вы уж говорите да, то это воспринимается как непреложная истина. Для этого, конечно же, нужно жить высоко морально, высоко нравственной жизнью и быть честным в своих словах. А вот обет это не совсем ведь клятва. То есть, человек же не подтверждает некой к правоты. Он наоборот, мне кажется, в этом смысле, ну, позвольте немножечко не согласиться с тем, что, наверное, нельзя давать обет, молиться по утрам и вечерам по одной простой причине, что это правило, это закон. Обет, как правило, он превозмогает закон. То есть, например, есть заповедь, например, в Ветхом Завете давать десятину на храм, вот, а человек, который берет на себя обет, он берет сверх меры. То есть, он не говорит, что я буду давать десятину, извините, это твоя непосредственная обязанность. Вот, а обеты можешь, например, вот если у тебя есть желание, ну, там, человек, например, ждет ребенка и он никак у него не рождается. Или какое-то серьезное дело предстоит, какое-то очень серьезное решение предстоит, за которое он крайне волнуется, и вот он говорит, что вот если это все свершится, получится, то я не десятину отдам, а я отдам, например, поле или там двадцатую часть, тридцатую часть. В этом смысле мне бы хотелось вспомнить как раз беду, которая описана в книге Деяний с Ананией с Апфирой. Вот, тоже был интереснейший случай для наших телезрителей. Напомним эту историю? Вот, когда древняя апостольская община жила по принципу вся моя твоя, вся твоя моя, вот, то есть все было общим. И, вступая в общину, ну, имелась такая общая, как бы, казна, кружка, да, и были некие, некая супружеская чета, Ананией с Апфира, которые утаили, то есть, там, отдав какую-то часть имения, кое-что сберегли для себя. И это открылось апостолу Петру. И трагичность этой ситуации заключается в том, что Ананией с Апфира тут же падают замертво. И далее нас интересует вот этот разговор апостола Петра с Ананией с Апфирой до того, как они пали замертво. Неужели кто-то вас обязывал отдать вот это все свое имение? Вы же, вступая в общину, добровольно решили это сделать. То есть, вот этот самый обет, отдать все. Но так как вас никто не принуждал, вот, это было ваше добровольное желание. Но вы в этом добровольном желании постарались обмануть самого Бога. Не апостолов, не общину, вы обманули самого Бога. И вот именно в этой связи мне как раз очень кажется важными моменты описания феномена обета. Во-первых, то, что тебя никто не понуждает к нему, да, но уж если ты дал слово, держись, да, этого слова, держись, чтобы его исполнить. А вот как вам кажется, отец Николай, вот насчет, если обета его рассматривать, вообще, какова его воспитательная функция? Ведь обет благословлен в Ветхом Завете Господом Богом. Для чего в книге чисел, в книге второзакония мы читаем о том, что вот эти обеты не как повеление Божие, но как некое разрешение. Вот они воспитательную функцию какую имеют? Вот для чего вообще человека есть такая возможность? Ну, я вижу только одну воспитательную функцию, познать свою немощь. Поскольку по ходу пастырской деятельности очень часто приходится сталкиваться с тем, что человек кается в том, что он не может выполнить того, что он пообещал Богу. То есть вот какая-то парадоксальная потребность высказать и пообещать есть и какая-то патологическая немощь и патологическое неможение это обещано исполнить. Если мы говорим там о каком-то молитвном правиле, то есть правило молиться. Вообще апостол Павел рекомендует это делать непрерывно. объем может отличаться. Я тут тоже мог бы с вами не согласиться. Объем может быть шире этого правила или меньше. Человек может обещать. Но вот мне нравится, что почему-то пришло в голову сейчас выражение земля обетованная. Тоже ведь корень обет. переводится на русский как обещанное. Вот опять для меня это очень связано именно с тем, что Бог нам обещает. И поскольку мы по образу Божию сотворены его по подобию должны уподобляться ему, то желание это есть что-то тоже пообещать. Разница только в том, что в терминах различия, что то, что дает человек, он дает обет, а Господь дает обетование. Да, это нам конечно в своем и лингвистически мне кажется здесь тоже очень интересно проследить эту разницу. Но мне кажется выход вот из этой ситуации только один. Надо учиться делать конкретные дела, небольшие, маленькие, по отношению к ближнему. Ведь как часто это ведь корень проблемы в том, что мы живем так, что обещаем и не делаем по сути. И это начинается с малых вещей. Ребенок там пообещал убрать игрушки и не убрал. Родители попустили, оставили все как есть, это закрепилось. Во взрослой жизни также эти уроки, экзамены это твоя работа, твоя какой-то труд, который ты должен выполнять для себя же, не для кого-то. Если человек в этом деле ленится и проявляет халатность, то это тоже закрепляется. И так дальше, и дальше обеты, которые мы Богу уже даем, они, к сожалению, идут по тому же пути, что и обещания, которые мы даем близким. А вот, отец Николай, у нас не так много времени, хотелось бы еще один вопрос обсудить. Сейчас нас смотрят телезрители и думают, ну, я никогда в своей жизни обетов не давал, никаких обещаний Богу не исполнить, не обещал, не делал. Так ли это? Действительно ли мы можем сказать, что нету человека, не давшего обета, обещания? Я имею в виду крещённого человека. Вот, да, 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 я как раз хотел к таинствам подвести, то есть, человек, участвовавший в таинствах, например, крещения, в таинстве, в венчания, он ведь иногда подспудно, даже не осознавая этого, даёт Богу определённый обет. Таинство покаяния, от таинства покаяния к таинству покаяния мы обещаем, что мы справимся, что мы изменимся. Вот, вот эти вот обеты в широком смысле, да, то есть, вот они два вида, наверное, обетов, обет в широком понимании, это те обеты, которые даёт любой крещённый, любой венчанный и любой исповедующийся регулярный человек. И обеты в узком смысле, это когда мы какие-то частности действительно Богу обещаем, вот, вот в широком смысле, давайте рассмотрим обет. Обеты крещения. Давайте, да, обеты крещения. Есть интересное место в богослужении, крещении, конкретно в моменте оглашения, когда человек поворачивается на запад и отрекается от сатаны, плюёт на него, поворачивается на восток, сочетается с Христом, трижды отвечает на вопрос священник, сочетался ли ты с Христом? Человек отвечает, сочетался и поклоняйся ему. Произносит символ веры, человек кланяется Богу, исповедуя Бога Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. И это можно рассматривать, я думаю, как обеты, но они всё равно настолько вот отличны от ветхозаветных, что больше это всё-таки к любви, отречения от сатаны, отречения от всего злого, мешающего, вредящего тебе и ближним. И сочетание со Христом, сочетание с Богом, сочетание с Творцом. В этом, наверное, связь с брачными обетами, когда мужчина сочетается с женщиной, и его обеты в этом случае есть выражение добровольной связи, добровольной любовных отношений, у них единственных отношений. И то, и другое, это обеты верности. Причём, то есть мы можем сказать, что и таинство крещения, и таинство венчания, и таинство покаяния, это определённого рода присяга. Тем более, что в таинстве крещения, например, христианина, готовящегося стать христианином, кандидата в христиане, церковь и называет новоизбранным воином. То есть в этом смысле это такая определённого рода воинская присяга. Тут, наверное, вот интересная связь именно с венчанием и с браком. Потому что для наших телезрителей, которые склонны думать, что они обетов не давали, а напомню, если крестится младенец, то обеты даёт крёстный. От лица крёстного эти обеты всё равно так или иначе произносятся. Вот как в браке бывают тяжёлые времена, когда муж с женой в ссоре, в конфликте, или даже на грани развода. Но потом как-то бывает, что ситуация выправляется, и люди продолжают находить силы любить и жить вместе. Вот то же самое бывает, я думаю, с крещением, с нашей верностью Богу. То есть резы те, которые считают, что их обеты крещальные недейственные, или уже кто-то давно, а я для себя не вижу необходимости в этом, можно рассматривать как такой тяжёлый разрыв. Но главное, наверное, человеку понять, что это разрыв, что он в опасности, что он может потерять любимого. И тогда это можно как-то, я думаю, исправить и встать на путь покаяния, исправления. Вот у нас совсем остаётся немножко времени до конца эфира. Мне бы хотелось ещё очень важный момент, ну так вот, для наших телезрителей пояснить, что вообще, что такое обет? Его, на самом деле, сердцевина, это, то есть, если мы возьмём Ветхий Завет, и мы увидим, кстати говоря, что мало чем отличается в Новом Завете обет, обещание, да, человеком данный. Когда человек в Ветхом Завете даёт обет, он даёт обет, как правило, посвятить что-то, посвятить животное, то есть, отдаёт часть своего стада, посвятить землю, то есть, отдаёт часть своей земли, посвятить, даже можно человека, да, то есть, самого себя или там своих ближних, ребёнка, ребёнка, то есть, как молилась, например, Анна о Самуиле, да, что вот, Господи, дай мне младенца мужеского пола, и я отдам его тебе на служение. И вот, именно поэтому обет нельзя нарушать, потому что, когда ты даёшь этот обет, соответственно, ты уже часть себя отдаёшь Богу, а то, что принадлежит Богу, является его святыней. И когда человек, например, не уже, там, скажем, не отдаёт того, что обещал, не исполняет того, что обещал, он уже распоряжается не своим, а Божьим. И в этом смысле, конечно, ниточка протягивается и в Новый Завет, вот, с таинством крещения. В тот момент, когда человек отрекается от сатаны, когда он присягает Христу, он одновременно с этим говорит, что отныне живу уже не я, но живёт во мне Христос. Я святыня. Вот. То есть, это очень важный такой момент, на котором мне бы сегодня и хотелось закончить нашу передачу, потому что время наше подошло к концу. Сегодня мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Скоро начнётся рождественский пост, и мне бы хотелось, чтобы пост для вас всегда был именно обетом, обещанием, то есть, то время, которое вы посвящаете, отделяете, отдаёте Богу, и дай Бог, чтобы это время Господь своим присутствием осветил. Храни всех вас Господь, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова